Окей, да, меня зовут Михаил Старадынов. Я вам расскажу про лямбда в целом и про coldstart с Java и проблемы, которые связаны с этим. Постараемся их решить. Да, еще, да, начну, наверное, с небольшой такой лирики, что все сложное со временем становится простым. И если, например, взять время лет 5-6 назад, то развернуть приложение, которое скейлится и автоматически масштабируется, казалось, очень даже непростой задачей. Но сейчас вот с приходом разного рода инженерных решений по типу клауда и лямбд, так называемого серверлесс, все становится достаточно простым. Сейчас мы в этом убедимся. Итак, следующий слайд тут немножко обо мне. Как я сказал, меня зовут Михаил Старадынов, да, и я теклиц из компании SoftServe, очевидно. Тут мой LinkedIn, кому интересно, может и джойнится. Так, следующий слайд — это такой стандартный дисклеймер, что все, что вы здесь увидите, не обязательно сразу бежать и использовать в продакшене. Это просто такой небольшой опыт, с которым я хочу с вами поделиться. Так, дальше адженда достаточно лаконичная. Узнаем про серверлесс. Это, наверное, где-то, может быть, 50% времени займет, поэтому кто знает про серверлесс, может многого для себя нового не увидеть. Мы будем разбирать серверлесс на примере AVS и ламды. Дальше мы поговорим про call start, что это такое, почему это плохо именно в разрезе Java. Ну и какие солюшены сейчас у нас есть и какой солюшен я нашел и постарался реализовать удобным образом для всех. Окей, начнем с бенефитов серверлесс. На самом деле этот слайд, не знаю, достаточно такой стандартный слайд, который все промоутеры серверлесса от AVS используют. Это то, что у нас серверлесс провайдит нам возможность не заниматься DevOps на своих приложениях. То есть у нас есть возможность легко это все конфигурить и скейлить без каких-то там сложных манипуляций с environment, точнее в полном отсутствии их. То есть, в принципе, плюс-минус тоже предоставляет EC2. То есть мы можем использовать докер, не заморачиваться с конфигурациями, все environment variable провайдить со стороны. Но помимо этого нам все равно нужно работать с нашими приложениями, как приложениями, которые развернуты непосредственно на каком-то физическом инстансе. Но нам нужно на уровне вот такой вот абстракции с этим работать. Серверлесс позволяет от этого избавиться. То есть у нас есть, скажем, такой какой-то серпатель, на которого мы не особо рассчитываем, но он нам помогает с этим всем справляться. Мы дальше посмотрим более подробно на схемках, как это все работает. Так, следующий момент. Скейлинг висюздач. То есть, в принципе, EC2 тоже предоставляет такую возможность, да и оркестраторы контейнеров тоже так умеют. Но серверлесс это делает более ловко, более атомарно. Каким образом это происходит? У нас есть unit of work, такой небольшой, в виде единственной функциональности, единственной ланды, которая несет там за собой достаточно атомарный набор действий. И непосредственно он скейлится, а не сразу все приложение со стартом там, возможно, тяжеловесного контекста и так далее. Поэтому это происходит достаточно быстро и достаточно точечно. То есть, если нам нужно заскейлить только какую-то небольшую часть обработки, она будет заскейлена. Только она, они все вместе, все приложение вместе. Окей. Так, следующий пункт. Never pay for idle. Ну, то есть, мы не проплачиваем за простой. То есть, если у нас ночью нет пользователей нашего приложения, мы не будем платить за это время. Поскольку, если вы используете EC2, то вы просто платите за определенное время, в которое вы арендуете определенные инстанции определенной мощности. Тут все по-другому немножко. Мы платим за непосредственно время выполнения каждой лямбды. То есть, там, чем больше она ресурсов есть, тем больше вы за это время платите. Ну, там все достаточно демократично по ценам, скажем так. Есть уже в интернете такие истории успеха, когда ребята переходили с монолитов, с микросервисов частично, на серверлес. И видели большую экономию в плане экономии на, в целом, на инвайронтах. То есть, 70-20% стоимости было сокращено, этих инстансов EC2, за счет того, что у них, по всей видимости, приложение не такое было активное на протяжении всего, всех плюс-кейсов. То есть, ночью они уже экономили полностью на 100% свои денежки. Да, но там не все так гладко на самом деле. Есть свои минусы, есть свои плюсы, конечно. Конечно, о минусах мы чуть дальше поговорим. Да, ну, очевидная экономия здесь просматривается. Это, в принципе, основной двигатель, который можно, ну, основной мотиватор, двигатель, который можно использовать для того, чтобы на своих собственных проектах, приложениях поиспользовать эту технологию. Так, availability, full tolerance. Ну, тут надо, наверное, сравнивать, опять-таки, с EC2 инстансами, поскольку у них тоже, как бы, availability, full tolerance достаточно высокая. Кластеры, точнее, дата-центры AVS достаточно надежные. Там они предлагают отказоустойчивость 99% и там еще 99 сотых процентов. Но, тем не менее, serverless здесь более выгодно выглядит, потому что, если вы разворачиваете ее на какой-то availability зоне, то вероятность того, что часть железяк машин откажет, есть, но вероятность того, что вся зона откажет, очень маленькая. Лямбды, если попадают в эту часть пластера, которая отказала, могут рестартовать очень быстро на любой другой части этого инстанса. Что нельзя сказать про EC2 инстансы, поскольку приложения более неповоротливые, медленнее стартуют. Поэтому лямбды, можно сказать, более отказоустойчивы с этой точки зрения. Окей, идем дальше. Так, дальше мы пройдемся по концепциям, которые у нас есть в serverless. Итак, первый момент — это функции. Это непосредственно наша бизнес-логика, небольшая лямбда, которая поднимается и крутится где-то там на облаке. Рантайм — это, можно сказать, та платформа, на которой запускается наша функция. Это может быть Java Runtime, Node.js, Python, C-Sharp, Ruby, по-моему, еще есть. Ну, в общем, все самые популярные языки AVS предлагает из коробки. Есть еще возможность создавать кастом-рантайм, про который мы, как раз-таки, немножко позже поговорим. И там увидим, как их можно использовать в выгодном свете даже для Java. Так, дальше лейеры. Лейеры — это возможность выносить какие-то части функциональности в отдельные сущности на облаке. То бишь, если у вас есть какой-то фиксированный набор библиотек, вы можете их запаковать и реюзать в каком-то ряде своих лямбд. Чтобы полностью не деплоить фэт-жарки, можно вот таким вот образом их разбивать. Также лейеры можно как раз-таки кастом-энварименты запихать. Ну, и любые ресурсы, в принципе, которые могут реюзаться во многих лямбдах. Это такой вариант реюзания полезных ресурсов. Вот они называются лейеры, эти ресурсы. Ивент-сорс — это источник ивентов, на которые могут реагировать лямбды. Лямбды в целом — это event-driven code execution. Вроде бы так это звучит. То есть любая лямбда может реагировать на какой-то ивент. Ивенты могут быть самые разные. Это может быть HTTP-запрос, это может быть SQS-очередь, ну, то бишь какой-то месседж-брокер, который может выдавать месседж на лямбду. Это может быть слушатель какой-то таблички, ну, в DynamoDB, например. Ну, и, в общем, самые разные. На самом деле есть ивент-сорсы. Ну, вот, по сути, HTTP, DynamoDB, SQS — это и есть ивент-сорсы. Это все дипко настраивается. Лямбду можно настраивать на несколько ивент-сорсов. То есть достаточно большой уровень абстракции. Но, как на практике, это все себя показывает, что отдельно настраивать это зачастую лишено смысла. Поэтому есть такой инструмент, как AVS-сам. Он позволяет это делать с одного места, с одного хорошенького такого файла конфигурации. Мы о нем чуть позже поговорим. Так, что тут еще осталось? Downstream ресурсы. Это набор ресурсов, которые может использовать лямбда. Вы настраиваете определенные рулы, возможность, скажем так, доступа ваших лямбд к разным ресурсам. Там, к базам данных, тоже к SQS-очередям. Ну, множество ресурсов. Любые ресурсы, в общем, AVS — это и является downstream ресурсом. То, что может колоть ваша лямбда. Logstream — это, по сути, тоже, скажем так, сущность на клауде, которая собирает логи с одного набора лямбда, скажем так. Да, окей. То бишь, это сущность, которая позволяет легко менеджить логи, агрегировать их и, может быть, извлекать из них определенные метрики и так далее. Это все дается на мескоробке. Заморачиваться не надо абсолютно. Это все легко конфигурируется на гайке. Если у нас хватит времени, мы на это все посмотрим. Итак, дальше. Схематично мы сейчас разберемся, что такое в целом лямбда и как она работает. Вот в визуальном таком стиле. Предположим, что у нас есть клиент. В целом это может быть любой event source. Предположим, что это живой человек, который шлет HTTP запрос. Этот запрос встречает serverless computing platform. Это некая абстракция, которая не за open sourcing, очевидно. Будем ее так называть. Как бы официальных данных об этом особо немного. Но в любом случае, это тот самый third party, про которого я говорил. Он как раз таки менеджит наши ивенты, которые перенаправляют потом в результате на лямбда. И если лямбды нужно скейлить или деплоить, он тоже, в принципе, этим занимается. В нем есть достаточно много умных алгоритмов, которые могут просчитать наперед, как лучше деплоить и сколько лямб деплоите, или стоит подождать и не деплоить новую лямбду, и так далее. И давайте по стопам разберемся. То есть приходит нам запрос, наш serverless computing платформ определяет, что это за ивент, и на какую лямбду он должен пойти. Дальше смотрит по execution environment, есть ли эта лямбда задеплоена, и может ли она принять запрос. Если нет, то он идет на storage наших функций, наших лямбд, то бишь в нашем случае это джарочка, которую он скачивает и деплоит на один из инстанцев. И после этого экзекьютает эту лямбду и выдает уже респонс потом, или не выдает, смотря какой это запрос. Может, асинхронный, который заменеджится и все, или синхронный, который требует уже ответа на нашего ивент сорса. Окей. Ребята, если есть какие-то вопросы, можно, в принципе, попутно спрашивать, чтобы мы потом далеко назад не возвращались. У меня на питание, я на архону кредит Retrieve Function Artifact, это какой-то внутренний AWS сервис, или CICD именно от наших сервисов, наших функций. Так, можешь еще раз, я начало вопроса не услышал. Вы под цифрой 2, Retrieve Function Artifact. Как саме это выполняется? Это что-то под капотом в AWS, или это внешне наших инфраструктур? Это под капотом AWS. Мы, по сути, на AWS Lambda просто деплоим архив с нашими сердцами. Ну, то бишь, если это скриптовый язык, то с сердцами. Если это компилируемый язык, то мы с Executable Artifact это все деплоим. Просто ему, и он уже под капотом это все сам менеджит. Это добывается через WebEye, да? Что ж так? Через WebEye мы берем, там перекидываем просто джарку. Смотри, есть разные варианты. На самом деле, вот в виде сториджа может выступать и 3-бакет, который мы уже сами можем менеджить и подкидывать туда сердцы, которые нас интересуют, но все равно передеплоить Lambda нужно или через UI, или через консоль. Есть API-шка у AWS, которые тоже может надергать даже своих сердцов. То есть вот так вот как-то это все устроено. Ну, это чисто кухня внутренняя AWS, которая не за open-source, очевидно. Вот как-то так. Окей, посмотри. Ладно, да, и если у нас происходит повышенная нагрузка, то мы очевидно имеем возможность скейлить в нашей Lambda, то бишь наш third-party может деплоить на дополнительные execution environment те же страдцы, которые были задеплоены до этого на предыдущем. Окей, да, идем дальше. Дальше про limitation поговорим, которые накладываются на наши Lambda. первые два limitation они условные, то есть если очень захочется больше, то можно в принципе договориться, но это все делается через support. Это вот дефолтные limitation, которые выдаются на любой из аккаунтов AWS. Первый limitation это current execution, это то, сколько одновременно может выполняться land на одном аккаунте, то есть любых land, не одной конкретной, а всех land на одном аккаунте, то есть тысячу land только можно выполнять. Следующее это storage, который выделяется под наши ланды, 75 гигабайт, ну этого я думаю вполне достаточно, даже на сотню или две сотни ланды. То есть это непосредственно storage с рцог ланды. Дальше есть ограничения по оперативной памяти от 128 до 3 гигов. Стоит сказать, чем больше максимальный лимит оперативы использует ваша ланды, тем больше вы платите за отдельный экзекьюшн. да, самые популярные объемы оперативы это минимальный 128 и на втором месте идет как ни странно 3 гигабайта. В общем, да, такой вот разброс большой. Да, мы будем тестировать на 128, посмотрим, как это себя будет вести и какие там будут задержки. ну, к слову, надо сказать, что Java, как ни странно, неплохо ложится в 128, даже такие не самые тривиальные аппликейшн, что меня приятно удивило. и чем больше объем, тем быстрее Java работает. Ну, я думаю, это тенденции на остальные языки распространяются, но я попробовал только Java. Так, тайм-аут функции это максимальное время экзекьюшн на каждой лямбде, то есть рассчитан на то, что они должны быть достаточно лаконичны, но максимальное время обработки это 15 минут, но за 15 минут придется, скорее всего, нормально так заплатить и подозреваем. Прайсинг можно поискать в принципе на весь сайт и там все это открыто и понятно. Так, остальное не особо интересно. Единственное, что еще, вот для нас как Java разработчиков объем максимальный нашего пакета, то бишь джарки заархивированный, ну, то есть джарка это и есть архивы, я имею в виду максимальный объем джарки 50 мегабайт, что как бы для фэт-жарок не всегда много. Да. Поэтому необходимо либо, которое вы подключаете к себе в лямбду, подключать достаточно грамотно и все либо, чтобы были атомарные и достаточно точечные, то есть если вам нужна какая-то функциональность, берите либо, которая делает только эту функциональность наиболее. Таким образом можно сэкономить место. Окей, да, но это еще была не самая страшная темная сторона лямбд. Дальше мы постараемся разобраться в таком визуальном стиле, как это вообще все работает в реал-тайме. То есть что мы имеем? Опять-таки видим нашего юзера, это обычная секвенс human диаграммка. Здесь мы имеем наш серт-пати serverless computing платформ и здесь непосредственно наша лямбда. Лямбда на системном уровне выступает в виде обычного процесса. В нашем случае он может быть многопоточный, но с одной оговоркой. Сейчас увидим какой. Итак, давайте в процессе увидим, как это работает, то есть юзер шлет запрос наш серт-пати процессит этот запрос и ищет тот процесс, который может его обработать. После этого она создает этот процесс нашей серт-пати или будет уже существующий, дает на обработку этот запрос и после ответа от нашей лямбды, то бишь от нашего процесса, делает suspend процессы. То есть она на системном уровне делает слип или suspend это еще называется в лениксе, то есть она полностью тушит выполнение всех потоков нашей лямбды. То есть пока обработка запроса идет, пока в принципе процессы работают. То есть если у нас есть еще какой-то поток помимо основного потока, который обрабатывает эти запросы в ивент лупе обычном, то он будет работать только на протяжении обработки этого лупа. То есть если у нас есть какой-то бэкграунд демон, какой-то поток, то он будет то просыпаться, то опять тушиться. То есть там могут быть реально проблемы с задержкой, со временем и так далее. Ну в принципе посторонним потоком может быть не только какой-то реальный сряд, это может быть например колбэк на синхронную операцию. То есть нужно четко понимать, что все потоки, все колбэки должны завершиться до окончания обработки основной лямбды. То есть да, вот такое вот есть условие. То есть это еще даже не самое страшное. Самое страшное то, что во время простоя нашей лямбды в принципе этот сортпати может ее просто отрубить, то есть выключить. Когда он увидит, что длительное время она не дергается и по статистике она там в ближайшее время не дернется. То есть он может там своими умными какими-то алгоритмами определить, что в принципе она в ближайшее время не нужна. Ну это такой в принципе компромисс, чтобы сделать лямбды доступными, чтобы они не всегда вертелись, а вертелись только тогда, когда нужно. Это реально. Ну так, что-то может я забыл сказать. А, ну да. И время простое, но в среднем где-то от 5 до 20 минут лямбда вырубается. Вот это вот такое вот время. Это так на глаз. На самом деле точно сказать нельзя, но вроде бы как не менее чем 5 минут она точно будет простаивать. То есть может ревзнуться в течение 5 минут. окей. Так, идем дальше. Ну это такая вот иллюстрация того, как наша серпати ведет себя с нашей лямбды. В любой момент может ее прихлопнуть. Так, поговорим о конкуренции. Так, юнит of scale, в принципе мы уже видели на предыдущем слайде, это и есть как раз таки наш процесс. То есть каждый concurrent execution это отдельный процесс, где-то там на каких-то инвариантах AVS. Так, как я уже сказал, максимум 1000 лямбд на одном аккаунте. Есть еще небольшое такое ограничение непосредственно на каждую лямбду. То есть если лямбда начала жутко скейлиться, она она в принципе не может все 1000 конкурент экзекьюшенов занять, она имеет restricion 90 конкурент экзекьюшенов, это такой захарткоженный restricion, чтобы все 100% сервер серверлес нашего платформа не были забиты одной лямбдой, которая скорее всего ведет себя неадекватно или какая-то DDoS атака или еще что-то, чтобы 100 экзекьюшенов еще выделялись на остальные лямбды, чтобы система совсем не загнулась. Кроме того, мы можем ставить кастомные ограничения на каждую из лямб, то есть мы можем сказать, эта лямбда может выполняться только в один конкурент экзекьюшен или в сотню или в две сотни, это уже зависит от нас. Да, ну, нужно учитывать, что если мы выделяем под определенную лямбду, например, там 500 экзекьюшенов, то все остальные лямбды не смогут вязать более чем 500 экзекьюшенов, даже если та лямбда, которую мы в 500 ограничили, не выполняется на эти 500 экзекьюшенов, то есть надо четко организовывать вот эти вот restricion. Есть еще такая штука как троттлинг, когда наша лямбда уже упирается в потолок конкурент экзекьюшенов, то происходит троттлинг. Троттлинг хендлится по-разному. Если наша лямбда выполняется синхронно, то троттлинг превращается просто в ошибку, или если это HTTP синхронный запрос, то это 429 ошибка, если это синхронный запрос, реал-тайм, то есть HTTP синхронный запрос, то наш серппад еще 5 часов пытается ретроить этот запрос, после этого просто его убивает. Если это стриминговый синхронный запрос, то там может даже сутками ретроиться. Если это прослушивание SQS-очереди, то все зависит от настройки SQS-очереди, то есть там уже up to you как это будет работать. салон такая вот штука. Есть еще кнопочка throttle, которую мы посмотрим на UI. Это кнопка аварийного отключения лямбды, то есть если у нас какая-то критическая ситуация или плохо код написали, там деньги кому-то не доходят или еще что-то очень критичное происходит на environment, то есть возможность вырубить мануально лямбду, то есть проставить троттлинг в ноль, то есть более чем ноль конкурент экзекюшенов не может быть выполнена этой лямбды. Окей, есть еще такая штука как cold start, мы про нее чуть подробнее позже поговорим, но в разрезе конкуренции она может быть повсеместной, то есть во время скейлинга каждое первое выполнение конкурент экзекюшена выполняется через cold start, то есть он распространяется на много потоков, то есть такой вот момент есть еще. Хорошо, идем дальше, давайте поговорим про джаву, как она вообще себя чувствует на serverless, да, сначала сказать, что рантайм есть только под восьмую джаву, про одиннадцатую там особо речи не идет, я нашел только некоторые кастомные рантаймы, которые уже любители делали под одиннадцатую джаву, но будем надеяться, что авиас про нас тоже позаботится и сделает апдейт, да, еще в разрезе этого стоит упомянуть, что есть полиси у авиаса, которые при выходе новой версии или при патчинге старой версии могут делать депрекейшн, то есть может в какой-то момент прийти вам письмо на почту, которое будет говорить о том, что через 30 дней мы отключим ваши лямбда, если вы не продетитесь на новую версию, ну такое чаще всего происходит с Node.js, там что-то очень активно с версиями, с апдейтами версиями ввиду, да, ну у джавы в теории такое тоже может произойти. Так, по поводу разработки есть очень удобный плагин, мы его тоже чуть позже посмотрим на демки, плагин под идею называется AWS Toolkit, название такое достаточно размытое, но по факту это Toolkit, который просто предоставляет удобный интерфейс под названием SAM, это Serverless Application Model, этот SAM позволяет легко настроить deployment лямбд и все, что с ними связано на environment позволяет поднимать локальные лямбды, позволяет поднимать локальные лямбды для дебагинга, это все работает через Docker, сама сборка аппликейшена может происходить через Mavan или Gradle, есть поддержка обоих этих платформ, да, и непосредственно эта сборка и конфигурация Serverless Environment происходит через небольшой файлик под названием Template YAML, который лежит в корне проекта. Да, вот как-то так. Дальше, дальше, дальше. Что стоит упомянуть, Java имеет достаточно consistent performance, то есть после cold start и очень, хорошего. Java выдает достаточно стабильный delay на execution, то есть GOSH может скакать где-то в процентов 50, а Java в районе нескольких процентов может только колебаться. Ну и в принципе скорость выполнения на уровне всех остальных происходит. Там не особо сильно это заметно. и тем более если Lambda небольшая, то она выполняется там буквально какие-то миллисекунды, там от 5 до 20 миллисекунд, а платим мы минимум за 100 миллисекунд, то есть в плане потери денег там речи не уйдет. Можно брать любую из существующих платформ, которые поддерживаются. Можно забрать? Да, еще раз. Я относительно cold старта, я просто не могу понять это мы делаем снапшот памяти и этот снапшот когда выкликается Lambda, то мы уже используем его стан этот instance процессу в каком контейнере он уже мает певный стан, то есть мы не стартуем GVM, когда следующий раз выполняем Lambda. За счет того, мы получаем что нет затримок связанных с разыгрыванием GVM. Да, я понял вопрос. Смотри, сложно сказать на самом деле в каком виде GVM нам предоставляют. В теории ОВЕС может разогревать его, может не разогревать, но на самом деле по ощущениям он ничего не делает в плане разогрева, поэтому такая сильная задержка и происходит. Но даже если бы он его разогревал, все равно когда наша Lambda стартует впервые, она может поднимать, точнее не может, а точно будет поднимать всякие тяжеловесные объекты по типу коннекшенов к базе данных, возможно каких-то трет и в целом при первом экзекьюшене даже в Java RT библиотеке может много статического контекста инициализироваться, начиная с всякой информации про рефлекшн и так далее. В общем, Java в этом плане не очень быстрый, скажем так. Но тут мова идет про то, что это первый старт, а уже в следующих стартах это вся инфа уже есть. Фактически мы так делаем какие-то хибернэйт, так? Мы берем снипшот память и загоняем в какой-то образ или в какой-то дамп, а потом при наступном коле мы просто этот дамп загружаем снова в память. Я понял. Сейчас вернемся. Вот про это идет речь, да? да. Вот тут мы как запхали просто стан памяти в какой-то дамп, а потом из этого дампа выгрузилось. ЧЦей полностью стоп, а потом старт в DVM. Смотри, да, ну, можно это рассматривать как какой-то дамп, опять-таки официальной информации точно нет, как это работает, но по ощущениям, то, что я успел попробовать, это просто саспенд процессом на системном уровне. То есть, если ты запустишь там в терминале какой-то длительный процесс и нажмешь Ctrl-Z, то ты его стопнешь просто, и все потоки, которые в этом процессе выполнялись, перестанут выполняться, и когда ты отпустишь этот процесс, все обратно заведется. То есть, это такой интерапт на уровне системы, то есть, любое ядро процессора, которое было занято, освобождается, и все как бы замораживается, а потом может воспроизвестись с того же места. То есть, скорее всего, это просто саспенд на уровне системы. То-то память не звильняется? Нет, не звильняется. Звильняется такие execution, ну, CPU. Да, да, да. Понятно. Класс, так. Но, вот, если бы она освобождалась, то тогда бы не было проблемы в coldstart и в целом, мне кажется, потому что тогда бы вес не терял деньги на этих простоях, то есть, он бы тогда вообще не запарился с coldstart. Скорее всего, он висит в памяти, и поэтому а вес через минут 5-20 вообще чистит память и дальше идет coldstart с нуля, то есть, без вот таких вот suspend системных. Понятно. Да, это такие детали, на самом деле. И масштабывание такое же бывает. А, не, масштабывание это уже клонование памяти, я так разумею, да? Это не клонирование памяти, масштабирование, оно с нуля запускает GVM, ну, по ощущению, может, она как-то разогрета, но, скорее всего, нет. Окей. с нуля запускается и все поднимается заново, да. Дякую. Да, ну, это и есть coldstart, по сути, да, холодный старт. Окей, осталось, ага, да, моменты по поводу того, насколько Java популярна, там, как бы, есть графики разные, но в среднем где-то 5% лямб крутится на Java, 60 или больше процентов на ноде, там около, наверное, 10-20 на Python, и все остальное там меньше. то есть, Java на третьем месте, поэтому, ну, такое. В принципе, если рассматривать технологию по уровню ее популярности, то Java не самый лучший вариант. Наверное, скорее, более естественный выбор будет или Python, или JavaScript. То есть, ну, да, еще такой инсайт, насколько я знаю, сам AWS на своем сайте, который продает там товары, Amazon называется, они используют Python для написания лямбз, так что такой еще момент. Окей, максимальный DLine Cold Start у Java такой себе на самом деле. Да, мы на это тоже потом чуть позже посмотрим. Итак, дальше, я думаю, вам всем знакомы тудушки. У меня тоже есть одна. Ну, в любом случае, вы можете узнать про SEM немного больше с этого слайда. Я в устной манере могу больше рассказать об этой штуке. SEM, как я уже сказал, это тулы, которые предоставляются AWS для удобной разработки наших серверлес аппликейшн. То есть, в рамках этой тулы у нас есть конфигурационный файл template.yaml, в котором мы можем наконфигурить наши функции, лямбды, прописать те event sources, на которые будет реагировать лямбда. Мы можем также проконфигурить apg2i в этом файлике, которые могут выступить в результате как event source. Можем также проконфигурить таблички в DynamoDB и так далее, и так далее. Ну, как говорят ребята совеса, это тулы покрывает 90% всех нужд разработчика serverless. То есть, с одного места, с одной коробочки мы можем в принципе развернуть весь serverless у себя локально или задеплоить на environment. Очень удобная штука. В принципе, мы чуток тоже пощупаем позже. Ну, те, кто работали с лямбдами, я думаю, это все прекрасно и так понимают, как это устроено. Так, ничего я не забыл. Да, вроде бы ничего. Окей, дальше идем, смотрим на coldstart. Coldstart бывает разным. В зависимости от того, насколько тяжелое у вас приложение, насколько большая джарка, фэт-джарка деплоится, он может колебаться в разных диапазонах. Посмотрим на таблички. Да, нет, давайте сначала, если кому-то интересно, вот по этому QR-коду можете поразогревать лямбду, вот эту вот жирненькую, которая там на 4 секунды где-то задержка делает. Кому-то из первых, кто это сделает, повезет ощутить всю мощь coldstart. Ну, а дальше она разогревается, и там, в принципе, вы по response можете понять, какой раз она уже вызывается, там есть счетчик и время последнего execution. Окей, дальше, дальше, дальше. Смотрим на легенькую нашу лямбду, которая весит 5,4 килобайта, ну, это размер джарочки, но тем не менее coldstart занимает в районе одной секунды, и мы в результате платим за одну секунду 100 миллисекунд выполнения, то есть coldstart еще и по карману бьет, это все равно, что 11 раз вызвать лямбду, вызвать ее впервые. вот как-то так, занимает наша лямбда 128, это такая стандартная конфигурация, и footprint 84 мегабайта. Да, ну и следующие экзекьюшены занимают меньше миллисекунды, то есть полмиллисекунды где-то так. Ну, это просто hello world по сути, такой вот лямбдовский hello world. Большая лямбда, которая в себе поднимает фреймворк по инъекции зависимости, а именно даггер. Также она ходит в базу, ходит в файл, ходит, в общем, в разные места она ходит, занимает она в нормальном виде 7,6 миллисекунды, платим мы за 100 миллисекунд, а при coldstart может там и до 4 секунды ходить. Вот это основная проблема coldstart. Тут я постарался вырезать немножко метрик, чтобы было понятно в масштабах, как это все выглядит. Вот как-то так. Да, и сама обжарочка занимает 9 мегабайт 600 мегабайт. Вот такие вот coldstart. Ну, как бы это компромисс, на который пошли все serverless, поскольку нужно экономить деньги, если есть простои, и нужно быстро выполнять, если их нет. Поэтому есть coldstart, и без него мы никуда не денемся. Окей. Winter is coming. Давайте подумаем, как мы можем этого избежать, и в чем в целом может быть проблема, и, наверное, основной, что нужно сделать, понять, насколько наш winter камень. Да, вот Джон Сноу прошарил, и уже готовится к зиме. Да, на самом ли деле зима идет. Для этого нужно подумать про то, какое восповедение системы будет в целом. Если у вас будет стабильное поведение, когда вы будете ваши ланды дергать чаще, чем раз в пять минут, что зачастую бывает в реал-тайм системах, то особо проблем у вас не будет, но нужно учитывать то, что coldstart может происходить и во время экстремального скейлинга. То есть если у вас будут большие наплывы ивентов в определенные короткие промежутки времени, ваша лямба начнет скейлиться. Если это будет достаточно резко, то она начнет скейлиться, и каждый скейл будет давать новый coldstart. То есть coldstart может и тут ранить, даже если ваша система стабильно используется. В моменты таких экстремальных скейлов могут быть задержки серьезные. для них достаточно критичная ситуация coldstart, поскольку если, например, даже не realtime систем, а просто система, которая пользуется пользователем, допустим, это какой-нибудь сайтик, и в вашем сайте используются не 10, а 100 лямб, причем которые могут последовательно дергать друг друга синхронно, то при первом заходе какого-то пользователя сутрячка ему может показаться, что ваша система просто зависла, он же не в курсе, что системе тоже с утра надо проснуться, и это тоже может давать свой такой экспириенс плохой для кастомеров. Поэтому с coldstart надо бороться, надо разбираться всегда и его учитывать. Как уверяют промоутеры AVS, coldstart случается только в 20%, 25% случаев экзекюшенов, но наверное я очень невезучий, я очень часто в этот процент попадал, в лотерею мне не суждено выиграть, мне что-то кажется, или наоборот суждено посмотреть. В общем штука достаточно критичная, хоть и по всей видимости реально не часто бывает. 20-40 минут в среднем происходит, когда нужно лямбду передернуть и увидеть, что она даст coldstart. Это цифры с потолка, но как разработчики с лямбд говорят, что это может происходить не чаще, чем в 5 минут. То есть 5 минут точно железно у вас есть простой вашей лямбды. Да, эффект жарки могут разворачиваться в достаточно длительное время. Окей, ну единственный способ понять и проанализировать, насколько это для вас критично, это очевидно мониторинг. Нужно всегда в мониторинг хорошенько всматриваться, анализировать и находить проблемы раньше, чем они дадут про себя знать более серьезно. Да, вот как-то так. Окей, идем дальше. Дальше график наших колл-стартов. Тут мы видим рекордсмена в виде красного столбика, это Java. Вот столбики пониже это скриптовые языки, которые не имеют типизации. Ну тут как бы можно в принципе понять, почему так происходит. Эти языки не имеют ярко выраженного джета, как у Java, потому что Java она выступает таким вот спринтером, который может долго очень бежать и под конец еще сильно ускоряться. А эти языки немного имеют другое поведение, как раз таки нода, которая вообще выросла из браузера, там надо сразу быстро выполняться. Ну да, она себя как бы на колл-стартах лучше показывает. Ну и плюс у Java много фреймворков, много библиотек, которые могут долго инициализировать статический контекст с расчетом на будущее быстрое выполнение. Ну вот как-то так. Да, ну и чем больший объем мы даем нашей лямбде, тем быстрее она разворачивается. Думаю, это достаточно закономерное явление. Да, ну и можно сразу как бы расстроиться, сразу станет обидно. Ну с этим можно в общем-то побороться. Давайте посмотрим более детально то, как колл-старт в целом устроен. Это вот картиночка с ОВЕСа, такая стандартная достаточно. С левой части мы видим то, та часть колл-старта, за которую отвечает ОВЕС непосредственно, на которую мы не особо можем повлиять. Справа это та часть, которую мы уже сами можем тюнить, сами как бы ответственны за нее. чаще всего это самая тяжелая часть. Да, пару слов про левую часть. Ну, скачивание и разворачивание сорцов как бы на серт-пате находится на этом ОВЕСе. Но, тем не менее, мы как бы тоже ответственны за объем жарки, которая скачивается и которая разворачивается. И как бы эту часть мы тоже должны трекать и стараться держать нашу жирную джарку нежирной. Bootstrap фронтайма. Ну, очевидно, разворачивание статического контекста. И сюда можно еще приписать интерпретацию байт-кодом, поскольку первые, по-моему, тысячу экзекьюшенов байт-кода могут интерпретироваться. Там, как бы по-разному это происходит в зависимости от статистики. Потом оно компилируется компилятором C1. Ну, если это ходспот стандартный, а потом вступает в силу компилятор C2 и уже Java показывает свой пиковый перформанс. То есть вот эти все этапы тоже можно записывать спокойно в coldstart и с этим надо стараться бороться. Окей, тут я ничего не забыл. Ага, стоит сказать еще про оптимизации, которые делает авиас на своей стороне. Авиас не устает улучшать всю эту ситуацию. В этом году они, по-моему, уже выкатили улучшение для VPC, это Virtual Private Clouds. Раньше на виртуальных приватных клаудах каждая лямбда под собой поднимала свой NAT для маршрутизации. Ну, вот последний апдейт делает так, что NAT поднимается с другой стороны, и лямбда за счет этого намного быстрее стартует. Да, ну, это как бы не особо применимо тем кейсам, которые мы будем сегодня смотреть, но тем не менее AVS работает и понимает, что Cold Start это плохая штука. окей, ладно, идем дальше. Дальше, 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 solution. Самые-таки очевидные solution это держать джарку маленькой и стараться думать про свой статический контекст при инициализации, но еще такой неплохой вариант является написать нашу лямбду на другом языке, это Python или Node.js, которые в принципе очень хорошо себя показывают в Cold Start, если это для вас реально критично. Ну, да, как бы никто не мешает это делать. Окей. Дальше давайте рассмотрим более мануальные решения. Первый вариант, который является достаточно популярным, это оставить лямбду теплой, то есть завести какого-то такого кочегара, который будет раскочегаривать наши лямбды, причем раскочегаривать их несколько конкурент экзекюшеном, то есть чтобы быть готовым к каким-то большим нагрузкам сразу, это тоже нужно учитывать, и в целом нужно думать про то, как нам нужно их скейлить, то есть чтобы не переплачивать потом деньги за нашего кочегара, если у нас система не слишком популярная, то мы можем за кочегара заплатить больше, чем за реальных кастомеров, тоже это нужно понимать, учитывать. Да, чуть дальше посмотрим подробнее на кочегара, ну и второй вариант, это то, что я постарался заимплементить, это такой вот микс таких последних трендов в мире GVM, это GVM, и тоже достаточно новая штука для веса, это Custom Runtime, по-моему, она в 18-м году еще появилась, ну, можно сказать, новая. Да, окей, идем дальше, вот наш кочегар, в общем-то, давайте посмотрим на реализации, которые здесь есть, те реализации, которые нам подойдут, это Serverless Plugin Warmup, написан он на ноде, выступает он в виде Scheduled Lambda, которая может дергать сама себя через некоторое время, и в зависимости от конфигурации, которую вы дадите, она будет почитарить определенные ваши Lambda по определенным D-line и на определенные Concurrent Execution. Да, что еще можно сказать про это решение? Ну да, то, что, как бы, для Java это достаточно неплохое решение, которое может сразу отсеять все проблемы, которые связаны с CallStart, она как бы на корне может решить эту проблему, да, но без учета экстремальных скейлингов, все равно там как бы от этого не убежать. Также в разрезе Java мы сможем выйти на пиковую перформанс достаточно стабильно, наш все же сработает. Минусы этого решения является стоимость. Очевидно, что нам за каждый разогрев придется платить. Если эти разогревы бывают часто, то платить придется много. Если Lambda тяжелые, то тоже придется много платить, но тем не менее не придется платить за непосредственно сами CallStart. то есть ваши Lambda с оперативой в теории будут не выгружаться. Да, окей, с печником разобрались. Давайте поговорим про кастомные рантаймы. Это в общем-то хитча, которая изначально была направлена на то, чтобы позволить разработчикам писать на любых языках, которые им нравятся. То есть по сути AVS предоставил определенный API, который можно использовать и реализовывать своими руками event loop наших Lambda. Сейчас мы более подробно на это посмотрим, но вкратце это выглядит так, что вы деплоите просто на AVS zip-архивчик, в котором лежит executable файлик под названием как же он называется, по-моему bootstrap. Да, по-моему, bootstrap. И AVS дергает этот bootstrap и дальше манипулирует процессом, как мы раньше на это смотрели. Сейчас чуть подробнее посмотрим. Да, еще такой момент, что у нас теперь появляются разные стрёмные языки для реализации serverless. Да, в том числе PHP. Сейчас уже есть плеер общедоступный, который позволяет это делать, но, в общем, по сути, любые языки сейчас доступны на AVS. В том числе, например, Java 11 тоже выступает в виде лейера, можно ее тоже использовать. Окей, тут дальше обычная диаграмма, которая показывает, как нужно реализовывать этот кастомный рантайм. все достаточно просто. При старте нашего процесса мы выполняем фазу init. Во время фазы init мы вытаскиваем все environment variables, которые пригодятся во время выполнения лямбды. В environment variables лежат такие штуки, как хост, копишки, которые нам придется обращаться и доставать, например, следующий event для нашей лямбды. Там еще лежит путь к классу, который должен быть выполнен в рамках этой лямбды. В environment variables также лежит название папки, которая должна быть рутовая для этой лямбды. Это все на самом деле условно, но в идеале нужно это все имплементить. Мы сейчас посмотрим на имплементацию, которую я там накидал. Там станет более понятно, как это работает. То есть после фаза init, после того, как мы все сконфигурили, стянули все environment variables, происходит call по HTTP копишки авиасовской, которая выдаст нам следующий event на обработку. Дальше происходит непосредственно handling этого ивента. И в зависимости от того, удачный или неудачный handling, мы вызываем send response или send error. Это тоже два HTTP-шных запроса на пост. И после этого мы возвращаемся опять-таки на доставание следующего ивента. и это по сути такой небольшой event loop. На первый взгляд кажется, что если такой loop запустить, то он будет бесконечно быстро работать и дергать все endpoint по кругу, но авиас поступил очень хитрым, и по всей видимости мониторятся, разбираются на уровне HTTP-пакетов, и в зависимости от того, какой это запрос идет на какой хост, процесс, который послал этот запрос, может сеспендуются, то есть ситуация, которую мы видели на предыдущем графике, когда наш процесс уходит в слип, может триггериться вот непосредственно при открытии TCP-сокетов, то есть при запросах по HTTP наш процесс может замораживаться. Вот это так работает. Не очевидно абсолютно, но если поэкспериментировать и запускать параллельно лупы, которые будут там что-то без конца в консоль печатать, то можно понять, как это устроено. Ну, такой вот замороченный кейс. Да, еще стоит сказать, что это тула, которая называется сам, она не саппортит кастомный инвариумент, то есть локально развернуть лямбу будет сложнее, то есть придется что-то там выдумывать самому или искать какие-то уже решения, но не от AVS, что тоже не очень хорошо зачастую, но есть свои преимущества, сейчас мы на них посмотрим. поэтому может есть какие-то вопросы, ребят? Окей, тогда идем дальше. Дальше пару слов про gralvm, но вообще презентация не про gralvm, а gralvm очень обширная тема. Вкратце скажу, то, что нас затрагивает в разрезе лямб и наших кастомных инвариументах, это то, что мы можем скомпилировать executable файлик без jvm на борту, это будет один экзешник, грубо говоря, ну, то бишь executable файл, который содержит машинный код, он имеет быстрый старт, то есть не приходится ничего кочегарить, никакие байт-коды интерпретировать, все сразу с коробки работает быстро, и маленький футпринт, ну, по отношению к jvm, там уже на больших дистанциях футпринт будет намного меньше, ну, на старте там плюс-минус такой же на самом деле. Да, что как бы тоже может сэкономить нам деньги. Окей, да, ну, стоит упомянуть и минусы, то, что компиляция этих вот нативных образов через натив имидж, это тула градиена, занимает достаточно много времени, и даже Hello World на i5, i7 может в районе одной минуты занимать, то есть это такое решение, которое направлено, наверное, не на повседневную разработку, а как альтернативный вариант разворачивания ваших executable land. Вот как-то так. Дальше демка. Начнем с небольшой простенькой демки. Попробуем заюзать этот кастомный environment и развернуть его на для этого нам нужно для начала такую штуку наверное сделать. Сейчас секунду. Да, мы создадим сейчас обычный малиновский проект. Да, назовем его как-нибудь давайте community demo да, да, нормально. Окей, создается. Сразу скажу, что я буду показывать, как мы можем это наконфигурить с помощью моей небольшой липки, которую я уже выложил на гитхаб, ее можно в принципе с мавен центра восстануть и попробовать попользоваться. Так, что нам пригодится? Ну, очевидно, пропортия, как обычно, малиновские. Дальше нам нужно dependency подключить. Как раз таки вот этот custom environment simple lambda runtime я ее назвал. Вот, по такому пути можно ее увидеть на централе малин централ. и давайте еще это все будем паковать в педжалку. Тут надо будет сейчас указать путь к нашему майнин файлику. Окей. Так, чтоб нас забыл. так, ну, в принципе, сконфигурили maven, уже имеем main метод, который будет дергаться уже самим AVS-ом. А для того, чтобы понять custom environment, нам нужно сделать следующее, создать объект что-то что-то не то. Наверное, enable auto-import сделать. Сейчас, секундочку, проиндексирует его. окей, что-то долгое, Индексирует. Давайте посмотрим, подключилась ли она вообще. Странненько. Давайте еще разок. Ладно. Попробуем как-то его перевернуть. Да, весело. Сейчас, секунду, ребят. Непредвиденные технические сложности. Спробуй в Project Structure глянь. F4 на модуле. F4. Да я думал, он сейчас руками тыкнуть на этот рефреш Малана. Сейчас, секундочку. Что-то из-за зума немножко подвисает. Да, он его вообще не подхватил. Вот так вот в Малан проект стал давать идеи. А, стоп, это вообще нет. Боже, Gradle проект открыл. Малана нет. Да, хотя беру и без идеи пишу это все. Ну, забавно. Generate Sources проходит. Давайте попробуем просто с компьютерами. Ты говорила, в F4, да, попробовать? Да, на проекте, да. И в Project Structure. Libraries. Libraries. Слива. Не global, а просто libraries. То есть, вот оно его затягнуло, вроде все ок. Да, но подсветки что-то нет у меня. Странно очень. Ладно. Что тут вообще есть? Может быть, в этом дело как-то. Боже. Вот так всегда, вроде бывает. Класс. Ладно, давайте тогда писать без подсветки. Уже как-то выкрутимся, я надеюсь. С импортами будет сложнее. Вуаля. С ума сойти. Как это сработало? Ладно. Окей. Для Modern Time мы создали. Дальше смотрим, что тут у нас есть. В параметрах. Здесь нужно подать API. Это просто интерфейс, который принимает, в принципе, любую API. В нашем случае это будет AVS-овская API. Других пока не реализовал. И тут хендлер. Первый хендлер, который делает хендл нашего ивента непосредственно. Давайте будем просто слать стреку на response по типу it is live. Живая ланда. И второй это хендлер ошибки. Если у нас exception вылетел с первого хендлера, как мы его будем хендлить? Вот такой вот простой интерфейс. Новый. На самом деле не может такого быть. RetrieveCount. То, в принципе, дополнительная опция, которая по дефолту в 300. Окей. Ну и после этого мы должны просто стартовать. Давайте, чтобы она как-то более по-божески выглядела. Сделаем большие рефакторы. Вот как-то так. Это все, что нам нужно для того, чтобы наш кастомный рантайм начал работать. Дальше сборка. Для сборки давайте пару файликов создадим по типу build.sh. Тут нам идея должна помочь. Опа. Все отлично. Давайте по пунктам. Первая сборка мавановская. Дальше мы идем в target. И после этого с помощью имиджа докера Graal собираем наш имитивный образ. Вот native. И тут параметры, про которые можно долго рассказывать, но вкратце они просто нам сформируют наш имидж. Да, ну дальше мы переименовываем имидж bootstrap, как нужно для кастомного рантайма. Вот как бы весь секрет. Давайте попробуем это дело запустить. Ощутим сейчас, насколько долго это все проходит. Да, идея еще билда этого. Да, пока это все... Пока это все проходит, мы пока создадим еще один пайлик с помощью которого мы будем деплоить. Деплоим мы с помощью AWS консоли, поскольку сам не работает с кастомной инвариументами, как я уже сказал. Деплоимент тоже достаточно просто проходит. Пишем AWS Lambda Update Function, код, название функции, которую мы будем деплоить, то есть мы сейчас на консольке функцию с таким именем должны будем создать, ну и непосредственно наш zip-файлик, где он лежит. Так, ну пока мы создавали способ нашего деплоимента, уже пошла сборка. Вот в этот момент уже у нас работает Graal Native Image. В общем, достаточно небыстро это все проходит, тем более сейчас что-то машина совсем тормозит. Так, ну в целом должно секунд 60 занять, хотя по ощущению, что это больше. Сейчас посмотрим, что у нас получится в результате сборки. Чего-то долго, совсем уж долго. Да, ну вот это вот основной минус как бы такого и прочего. По времени совсем уж все страдает. Ну я думаю, с новыми версиями Graal'a будет это все дело улучшаться. По сути дела, он занимается тем, что он проходит по всем деревьям, семантическим деревьям нашего байт-кода и компилит его, разбираясь, какие штуки нам нужны для рефлекшена, какие не нужны для рефлекшена. То есть максимально ужимает это все дело. Во, ура. Наш bootstrap создался. Он занимает 7,6 мегабайта. Это по сути вот такой вот почти hello world со мной липбой. И еще-еще он зазиповался и стал с размером 2,7 мегабайта. То есть мы в эти restrictions'ы попадаем. Я имею в виду limitation'ы AVS-клода нашего. Окей, ура. Теперь давайте создадим лямбу. Посмотрим на AVS-консольку. Вот сюда. Для того, чтобы создать ее, достаточно кликнуть крейт. в панели лямбда. Ага, недостаточно. Сейчас выводимся. Да, вот мы ее создаем с названием, которое там уже указано. Выбираем use собственный кастомный environment. Тут есть еще дефолтный bootstrap. Дефолтный bootstrap, он является простой старшный файлик, который имплементит тот самый even-club, который я описывал выше. Окей. В принципе, можно все остальное брать дефолтное. Так, так, так. Сейчас мы вас изъедим. Должны бы это сделать быстрее. быстрее. Так, ну и вот наша лямба получается. Здесь мы видим наши триггеры. Триггеров пока нет. В принципе, мы можем добавить сразу же apd-way триггер. Сделаем его, ну, сделаем новый и полностью открытый например. Добавляем. Вот наш триггер, то бишь это event source. А вот с правой стороны это downstream ресурсы. В данный момент у нас есть доступ только cloud. Это место, где собираются мунистры. Можно накидывать еще, но мы пока этим заниматься не будем. Вот та самая кнопочка тропу. Тут мы можем нашу лямбу так сказать аварийно выключить. Здесь еще можно навернуть тесты, которые будут автоматом дергаться при деплое лямбы. Можно руками дергать. Давайте как раз его вводим. Hello world почему-то. Вот можем дернуть. По идее ничего не сработает, но еще не задеплоились, потому что. И да, вот наша стрелочка на нашу лямбу. Окей. Давайте теперь попробуем задеплоить. Деплоим мы уже с фиксированным именем. Окей. Пробуем. Ребята, если я очень мелко, то скажите, могу опять презентацию включить. Окей. Так, вы успешно задеплоились. все, все, давайте протестим ее. Вот она экзекьютнулась. И здесь даже можно посмотреть дюрейшн. Дюрейшн 53 миллисекунды. и это колдстарт на стороне авиаса. Это уже наш колдстарт 77 миллисекунды. В принципе, намного лучше, чем было. Раньше было у нас в районе одной секунды. тоже на минимальном объеме оперативной памяти. Давайте еще посмотрим конфигурации, которые есть на ламдах. Здесь, здесь, здесь. Мы можем environment variable теги прописать. Вот мы можем выделить определенный объем оперативной памяти. Вот от 128 до 3 гб. Нам, в принципе, хватит минимального объема. Здесь мы можем проставить concurrent execution. Сейчас у нас не лимитировано, можно пролимитировать, например, 5 проставить, и мы уже видим, что у нас всего общий объем уже на 5 меньше. Вот так вот это работает. Давайте всем поставим, сохраним. Все достаточно легко конфигурируется, то есть весь scaling, все ваши ресурсы с одного места, все быстренько, и с DevOps особо тут работы нет на самом деле. Окей, давайте еще посмотрим, как лямбду можно дернуть спод наши идеи, того самого плагина, про который я говорил, это AWS Cloud, по-моему, как он так называется, ну, Explorer название такое, ну, по сути, он работает только с лямбдами, и здесь мы можем найти нашу лямбду com.demo, вот она, и можно прямо отсюда выдергать, прописывать payload, который туда будет идти и раночка. Вот, IPSA live, все отлично, этот execution занял 55 секунд, вот уже одна миллисекунда, в общем, в плане перформанса не все так стабильно, как с стандартным рантаймом, но по ощущениям и по тому времени, которое я замерял на моем custom environment, здесь я просто тупую померял время, time или секунды, его печатаем, вот здесь можно увидеть результат, сколько моя фишка, сколько моя липка занимала времени, вот тут мы видим, сколько всего наше лямбда выполнялось, то есть это, так скажем, накладные расходы на ту активность, которую проводит AVS, то есть вот эти интерапы и так далее, видимо, это еще может сказываться то, что у нас нейтивный код выполняется и возможно там какие-то дополнительные мониторинги проводятся наших сорцов, то есть наших executable файликов в рантайме, тут сложно сказать, почему такой delay получается, но если увеличивать объем оператива, эта штука нивелируется, но мы все же тестим минимально, окей, да, вот footprint 40 мегабайт, все работает, все отлично, окей, у нас очень немного времени осталось, давайте продолжим, тут я хотел рассказать про то, как устроен этот кастомный рантайм, ну в принципе все достаточно тривиально, у нас есть тот самый объект рантайма, который зависит от композиции из ламда рантайма и ламда рантайма и в свою очередь имплемент и имеет методы get next location send response и send error поэтому QR-коды вы можете посмотреть на гитхабе, как это все написано, и да, есть еще две, как это правильно сказать, функциональных интерфейса JVision, которые являются хендерами, и их уже наш экспрессионный дебелопер кастомер провайдает в ламда рантайме. Да, вкратце это все, ну и еще есть большой метод, который называется invocation, он содержит в себе всю полезную нагрузку, которая приходит с каждым новым ивентом, то есть вот этот вот метод next invocation как раз выдает этот объект, там можно найти body request и ряд еще полезных хедров, вот как-то так. Окей, дальше можно посмотреть, что в результате у нас получается, то есть вот маленькая лямда, которую мы по сути только что посмотрели, она занимает 2,7 мегабайта, троттлинг в принципе небольшой, в тот момент когда я тестил у меня получалось, что только 14 миллисекунд на колл-старт уходило, но и 10 миллисекунд где-то в среднем наполнении каждый промежуток колебалось это все дело. Дальше большая лямда занимает намного больше места, но колебается уже в более серьезных диапазонах, но чисто за счет того, что большой статический контекст инициализируется. Там у меня используется опять-таки даггер для инъекций зависимости и так далее, и так далее. Неслище можно сказать про сложные лямды с использованием наитивных образов, то, что их достаточно нетривиально скомпилить. Особенно если используются какие-то либы, которые не рассчитаны на наитивную компиляцию. В принципе, можно искать только такие либы, которые рассчитаны, то есть это даггер, по-моему, джуз тоже может без проблем без особого рефлекшн работать. Еще есть такая штука как микронал набирает тоже популярность, работает тоже без особого рефлекшн и поэтому все легко в наитивный образ собираются. И они одной из своих ключей афишируют то, что они могут собираться в наитивный образ. Это небольшой хайп нашего времени все запихивать в образы наитивные. Ну, вот как-то так. То есть, да, тут тоже колебания есть, но не такое значительное. До 3 секунд там вообще нереально затянуть. То есть, на наитивных образах все достаточно быстренько работает. Но вот такое нестабильное поведение, когда от 50 до 3 миллисекунд оно колебается, в принципе, такое же поведение у Гошки, где это происходит. То есть, у Гошки там тоже колл-старт не такой сильный, но такие колебания у меня есть под зрением, что происходит из-за того, что выполняется наитивный код. Возможно, вот именно АВС как-то не здорово на него реагирует. байткод он достаточно стабильно выполняет, а все остальное не очень стабильно. Ну и summary. Да, тут я что-то вдохновляющее такое написал. В плане того, что ребята, пробуйте, это все очень интересно. Serverless наполняет на мысли, что за этим будущее, что реально все сложно и становится простым. И все задачи, которые раньше решались с админами, девоксами и кучей разных других людей, сейчас может решаться одним человеком, который может пикать по UI. Ну, как бы разработчик, конечно, должен с пламя работать, но они тоже достаточно простые, с этим легко ознакомиться. Документация на весь очень визер-трендли, а на Google Cloud вообще все очень просто вроде бы. В общем, да, ребята, я надеюсь, я вас наполкнул на мысли, что это нужно все попробовать. Кроме того, вы можете подтыкать мой кастомный environment, он тоже очень маленький, простенький, легко будет разобраться, я думаю, достаточно качественно написанный. Я его, в принципе, брал из кастомного environment под C++, там тоже похожая идея, как бы, реализована, но там, конечно, исходники жуткие, но тоже можете ознакомиться. Дальше ссылочка на Качегара, который может вам, в принципе, помочь, и как раз как и для Java serverless application неплохо подходит, ну и социальная документация, тут как бы банально достаточно. В общем, я собирался еще одну демку показывать, но я думаю, лучше давайте сначала вопросы, если вам хватит времени, то я покажу еще одну демку. может, мы ее покажем в следующий раз? Ну, можно в следующий раз, но она тоже небольшая на самом деле, да, я думаю, уже у нас времени совсем мало, 5 минут, так что, ребята, давайте вопросы. А как спробовать взят аккаунт на AWS? там все достаточно реально, ты заходишь, реестрируешься, единственное, что придется внести свою банковскую карточку, но в случае того, если ты решишь помайнить криптовалюту или что-то в таком духе, или тебя там подэдосят, значительно это ударит по кошельку уже обязательно, то с тебя можно было списать денежку. Это как бы так немножко стримает, но в принципе можно там любую карточку привязывать, особых проблем нет. На год это все бесплатно, можно в принципе там каких-то учебных целях разобраться, успеть получиться за год без проблем особых. Да, и там все user-friendly и все простенько. Мы можем пообщаться с этим, я расскажу поподробнее. Помню, рік назад у меня была проблема с идентификацией, там, требовало звонить на номер, что они могли подзвонить, чтобы подтвердить этот аккаунт. Я так и не смог реальный аккаунт открыть. Спасибо за доклад, я бы хотел запитать на рахунок лимитейшенов, там было все, кроме физических ядер. Я так понимаю, это все относится до этих тысяч конкурентов экзекюшенов, так? мы можем в одной лямбде разпараллелить на тысячу трейдов, это не юзкейс, но это так, и это именно параллельно будут трейды? че ну, смотри, в целом юнит скейл является процессом, то есть там однозначно это все будет параллельно выполняться 100%, то сколько ядер выделяется на один процесс не уточняется, потому что в идеале это должно в один поток выполняться, но в целом можно параллельно это делать, то есть проблем особых у меня не возникало, что это делать. сколько реальных физических ядер подозреваешь на минимальном количестве каких-то, то есть если взять институт, это, наверное, Т-3-смол или какой-нибудь, в общем, скорее всего, не больше двух ядер, но четких фиксированных значений нет, то есть в лимитейшн упаковании. А когда мы говорим о скейл, мы понимаем именно горизонтально. Вертикально можно руками подскейлить, то есть ты можешь руками изменять ресурсы своей лампы, вплоть до таких лимитейшн. А сейчас рантайм оно само не сделается, оно именно горизонтально проскейлит? Да, во время рантайма только горизонтально, то есть по отов-мемори вполне могут лампы падать, но они, соответственно, будут переподиматься и подхватывать и подхватывать. То есть какие-то могут быть. best practices у вас, как лампды, как працюю с лампдами, у вас створюется один репозиторий под лампду, или у вас все лампды в одном репозитории, и как у вас CI и CD налаштованное наше автоматичный деплоймент. Это такой инвестигейшн чисто мой личный. Насколько я знаю, у нас собираются, скажем так, лампды юзать, уже есть на это все предусловия, скажем так. Возможно, в следующих проектах у нас будут не использоваться. Ну, CI и CD сложно сказать, но в целом есть вот сам, если ты про него подробнее посмотришь, почитаешь, он позволяет разворачивать весь инвариумент. То есть, по сути, весь сервер-лесен аппликейшн можно держать в одном репозитории, ну, если хочется, можно держать в одном репозитории, версионировать все это сразу, и деплоить все сразу. В принципе, никто не запрещает. А деплоито ты имеешь на вас, если там будет несколько лямбд. Да, да, да. То есть, там не только лямбды можно деплоить. То есть, ты можешь спод этого самого, я бы, наверное, показал сейчас немножко его сейчас. Где бы это показать? Сейчас. Вот. Вот, спод самого есть такая вот конфигурация темплей к Яму. И тут можно сконфигурить не только сами лямбды. Вот у меня вот такая вот лямбдочка есть. Но можно еще сконфигурить API. А здесь у меня ее и нет. Ну, в общем, тут можно сконфигурить API gateway, авиасовский. Можно сконфигурить DynamoDB тейблы, то есть KeyValue Storage сразу сконфигурить с места. То есть, если что-то будет меняться с версиями, там, например, какие-то колонки добавляют в табличку, здесь это тоже все можно указать. Но есть еще решение Cloud Agnostic. Там, в принципе, похожие очень тулы предоставляются, причем они могут деплоиться на самые разные serverless провайдеры. Что на Google, что на AWS, и вроде бы как там все более грамотно сделано и более ужато. То есть, можно еще в эту сторону посмотреть, если интересно вот именно большие applications разворачивать. Наверное, даже более перспективно serverless сразу смотреть, потому что кто бы знает, какая-то политика будет у AWS, чтобы жестко на это все не завязываться. Окей, спасибо. Окей. Есть еще вопросы? Ну окей, ребят. Тогда, наверное, будем заканчивать, я так понимаю.